По самому главному. У нас же событие какое. Тут нас обвинили в терроризме очередной раз, потому что Украина атаковала какие-то объекты с большой вероятностью военные на территории Белгорода. Не путать с Белградом, как делают некоторые полоумные российские ведущие с телеканала 24. И что-то пошло не так. Я люблю Белгородское ПВО. В общем, ракеты сбили, они упали на головы людей. И достаточно много жертв в Белгороде. И, знаете, можно, конечно, сказать, что так ими надо. Хотя, объективно, я считаю, что они все за этого заслужили. Но будем смотреть на эту ситуацию абсолютно с холодным взглядом. Значит, россияне не только из Белгорода, а вообще, пока ваши российские солдаты, ваши сыновья, мужа, я не знаю, идиоты, еще там кто-то будут находиться на территории Украины, этот тренд будет продолжаться. И чтобы к вам перестало прилетать, а прилетать будет больше, несмотря на все наши глупости, медлительность, нерасторопность и в некотором роде неэффективность, прилетать все равно будет больше. Мы будем больше производить оружие. И, конечно же, Белгород, он, как минимум, ничем не лучше нашего Харькова. Ничем. И говорят там, наверное, тоже на русском языке, как и в нашем Харькове. И это главный критерий. А то, слушайте, так включишь российские эти паблики, новости, кричат, возмущаются. Это теракт. Как это могло произойти? Кровавые Зеленские, кровавые там все. В Кремле осудили обстрел Белгородской области с той стороны ВСУ. Сейчас там крики, мы отомстим, Харьков будет уничтожен. Будет ответка и так далее. Слушайте, а вчера было что в Харькове? А позавчера? А в течение последних двух лет в Харькове это что было? Это была борьба с нацизмом или как? Тут есть одна такая интересная дама. Многие ее знают. Я сейчас прочитаю ее даже пост. Он звучит так. И каждый слушает внимательно и, возможно, догадается. Всю ночь небратские канали выли, что мы ударили пожилому дому. Это должен увидеть весь мир. Мое любимое, сообщает российская пропагандистка. Всю ночь они постили доказательства нашей жестокости. Фоточку побитого панорамного остекления и стекляшек на диване в чем-то подъезде. Наши ракеты стекляшки не бьют. У них есть цели поинтересней. С ПВО своей спрашивайте за стекляшки. Все это только доказывает, что мы реально бьем только по военным объектам. Все это время. И они это прекрасно знают. Именно поэтому три разбитых окна с невыбитой даже фрамугой вызывают все киевские вопли на целую ночь. Ну, наверное, вы догадались, это Маргарита Симоньян. То есть я к чему это говорю? Когда они нанесли вчера удар по, ну, самый массированный, да, объективный удар по Украине за все это время, что мы зафиксировали там на болотах? Мы бьем по объектам НАТО, мы бьем по военным объектам, по инфраструктуре и так далее. А украинцы сами виноваты в том, что погибли люди. Как это формулируют российские информагентства? Например, значит, последняя информация по вчерашнему дню. 39 погибших граждан Украины. 39. И в Харькове, и в том числе, и в Днепре, и в Киеве. Да, мы здесь в этом плане, Украина абсолютно в горе и в радости единая. И Львов там же. Хорошо, что некоторые города не в этой грустной компании. Но факт остается фактом. 39 человек убиты, 159 пострадали в результате массированной атаки. Это слова Зеленского. Ну, то есть официальный источник. Знаете, как россияне это подают? Они пишут так. В результате работы украинского ПВО погибло или было убито 39 человек. Ну, и, соответственно, 159 ранены. Но в данном случае, конечно, это вообще прекрасно. Потому что Министерство обороны фашистской России, оно признало то, что они сбивали эти наши ракеты. И разбивались до того, что они упали на головы российским граждан. Нам, соответственно, 12 убитых, взрослых, 2 ребенка погибло. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Ну, такие там, может, данные немножечко не меняются. Я к чему это? То есть объективно, ну, ради такого воспитательного пацифистского порыва, я понимаю, что нужно Белгород превратить в Маринку. Это по-честному, это справедливо. Она должна, ну, как-то все это должно быть похоже. Некогда красивый город, Белгород. И некогда, ну, может, поменьше, конечно, она. Ну, у нас же Маринка не одна, у нас их много. Это такой собирательный образ, который, вот, хочется сказать, вот здесь и сейчас. Ну, да, Маринка болит, конечно. Только вот это же ничего не меняет в их риторике. Вот эти вот все заявления, мы будем мстить за Белгород, так и в эти минуты зафиксированы прилеты по Харькову, тоже мне месть. Так это о чем говорит? Что они, как это, стреляешь в сторону Харькова, обязательно куда-то попадешь. Харьков большой, попасть несложно. Логика Хамаса, кстати, он тоже так действует. По Израилю стреляешь, обязательно где-нибудь в Израиле найдется какой-нибудь еврей, которого, может быть, как это, подведет внутреннее чувство безопасности, он не успеет спрятаться. Один в один. Так что вот такой вот расклад этого всего. Еще раз, резюме сделаем по этому конкурсу городов-побратимов. Россияне так будет продолжаться. Кстати, все же прекрасно знают, что происходит. Вот этот вот сраный Белгород, который еще не похож на Маринку, он же эти два года молчал, когда стреляли по Харькову, а там действительно куча родственников, Белгород, Харьков. Да, там везде говорят на русском языке. Они же прямо из Белгорода херачили. РСЗО, выходы все слышали. И все молчали. А теперь, наверное, больно. И да, жалко двух российских детей, которые погибли. Взрослых в некотором роде тоже, с точки зрения такого, знаете, глобального humanity. Всякого такого. Ну а чего ж вы тогда с этими, с засунутыми друг другу в анальное отверстие языками? Чего ж вы молчите, когда из-под ваших подъездов вылетали ракеты? Вы думали, что можно сделать вид, что нас это не касается, да? Да, белгородчане не только. И москвичи в ближайшее время. Также удобно сказать, ну да, мы политикой не интересуемся, люди маленькие, нам этого не понять. Да и вообще не все так однозначно. Тем более, если российская ракета кого-то убила, это значит были 100% или инструкторы НАТО, или бандеровцы. Или бандеровцы инструкторы НАТО. Ну тогда я делаю смелое предположение, что сегодня в Белгороде были уничтожены инструкторы НАТО. В том числе двое детей. Ну а как по-другому? Все это очень отвратительно. И это будет продолжаться еще раз. Мой опыт жизни в России подсказывает, что есть такая тайна русского характера. То есть да, телевизор, все это работает. Они находят способы, как людям оправдать себя и преступления своей страны. Это правда, они умеют это делать. То есть вот эти бесконечные ток-шоу, эти новости. Что вы понимали в части форматирования мозгов граждан России? Новости они даже пострашнее Скобеева и всего остального. Когда они такими монотонными голосами рассказывают. Вот мы кого-то там подбили, убили. Киев спишет, ну и так далее. Но выход тут только один. Или россияне начинают беречь своих мужчин. И они ищут работу. Они заключают контракты с вооруженными силами России на убийство. Или этот тренд будет расширяться. Еще раз, все это должно было бы произойти намного раньше. Белгороду в некотором роде везло. Потому что у нас же тоже все очень такие чепетильные. И стрелять по Белгороду, вот в части там, захерачить какой-нибудь девятиэтажку ночью. Так что, чтобы там она сложилась вместе с жителями. Чтобы их потом там вытягивали. В этом нет смысла никакого. Объективно. Намного эффективнее сжечь российский большой десантный корабль Новочеркасск вместе с командой. Сколько там? 77 жмуров, да? А эта ситуация, она же забавна чем? Сейчас весь российский агитпроб будет носиться по коридорам ООН, по другим международным организациям, где их еще не изгнали. Значит, Russia Today на всех языках и зайдет на говно в прямом смысле этого слова. Бутера теракт, теракт, на нас напали. Вот что делает украинская армия. И информацию о том, что это действительно работало российское ПВО, они на всякий случай просто вырежут и сделают монтаж. Что у нас? Значит, детский сад разрушили в Харькове в качестве мести. В какую-то гостиницу попали. И летят ракеты С-300. И все это обосновывается местью. За Белгород. А вчера стреляли по инструкторам НАТО. Ну, как-то так себе это все выглядит. Что нам надо сделать, чтобы выжить? Надо сильнее становиться. Значит, вот эта вот ментальность российская, вот мысли закончу. Они должны прекрасно понимать, что за любой удар по Украине будет соответствующий ответ. Знаете, есть такое понятие, там, стратегические силы сдерживания. Ну, ядерные обычно. В современном мире мы должны создать свои стратегические, пусть мы их называем стратегические, кто-то назовет их по-другому, но тем не менее силы сдерживания. Что это значит? Когда им будет очень больно атаковать украинские города. И, как ни странно, дронов в данном случае недостаточно, какие бы они ни были. Даже мои любимые дроны, любимые компании Гурзуф Дефенс. Слишком маленькую бомбовую нагрузку несут. То есть, это очень здорово, если летит дрон, и он на какой-то бункер условный, или дзот бросает 150-120-миллиметровую мину. Видео, надо, кстати, начать их выкладывать. Все, оно разносит все к ядрене-фене. Там живые, полуживые выбегают, суетятся, все горит и так далее. Но это же тактический уровень. А вот с ракетами надо что-то думать в данном случае. Есть разные мнения, программы, но все равно нужно стремиться к этому. Как там, мне так это забавляет? Значит, срочное заявление МИД России в связи с очередной варварской атакой киевского режима на мирное население России. Напоминаем, что украинские ракеты Вильха, это наш Хаймарс украинский. Он, кстати, ничем не хуже. У него есть один недостаток у украинского Хаймарса, он же Вильха. Мало ракет. Ну, просто, просто их мало. Так вот, Машка Захарова объясняет всем, что, внимание, значит, к организации всего этого причастны британцы и американцы. Вот они консультировали нас, как нам ударить по Белгороду таким образом, чтобы украинские ракеты, они, кстати, наверное, на аэродром летели, сбили над городом и погибли гражданские. Так, если виноваты британцы и американцы, давайте-ка жителям Белгорода подсказку сделаем. Так требовать от Хуа, от Путина, чтобы он нанес, наконец-то, удар уже по Вашингтону или Лондону. Чего вы? Давайте, покажите Кузькину мать всем. Как по-другому? Ну, нет, что-то все, когда касается других государств, языки свои засовывают в одно место, как делают жители Белгорода последние два года. Значит, цитирую Министерство обороны России. Средствами ПВО, ракеты, Альха и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Вампир» были перехвачены. То есть, Россия перехватила снаряды. Наши несколько реактивных снарядов и кассетной части от сбитых ракет Альха попали по городу Белгород. В случае прямого попадания ракет Альха с кассетными боеприпасами по городу, последствия были бы неизменно более тяжелыми. Это что получается? Дегенерат Шойгу оправдывается за то, что он откровенно убил 12 взрослых и двух детей в Белгороде. А если мы вспомним, что они бомбу ФАП-500 хотят бросить на Харьков, а уронили на Белгород. Вывод какой? Ну, надо отползать россиянам. И каждый житель Белгорода думает, а не мудак ли его дедушка, который уже правит ими 223 года и планирует это делать и далее. Интересно. Так, ну, с Белгородом понятно. Значит, если кто-то тут, вы где-то услышите, что это месть или еще что-то. Друзья мои, не ведитесь на эти глупости. Они хотят нас банально уничтожить физически. И сделают для этого все возможное. Наша задача выжить, а для этого нужно беречь украинского солдата от органов власти и политического руководства и военного требовать адекватных решений. Ну и так, чтобы у нас снаряды не заканчивались, как иногда бывает. Так.